добрый день с вами империя пик через сегодня покажу вам как нарисовать карандашом если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами рисовать мы будем нашим классом скетчбуке от империи пик через наборе у нас есть не промыхайка для маркеров которую сейчас мы использовать не будем потому что рисуем карандашиком мы ее пока отложим и берем карандаш мягкости бейли hb они хорошо подходят для наброска этим карандашом и намечаем середину листа проводя измерения слева и справа карандашиком чтобы она была одинаковым проводим вертикальную линию которым также можем по ровности проверить по краю листа измерив расстояние от края до верхней части линии и нижней части затем мы прорисуем две половинки ума в данном случае это у нас мозг он этот будет в этой части немножко расширяться а краям сужается такие идут округлые части которые уходят вовнутрь у нас получается такие небольшие выемки сверху и снизу в принципе рисунок на этом у нас ограничится и мы берем начинаем штриховать аккуратным раздельным штришочком немного наклоненным по диагонали весь наш мозг но средний серого тона пока вы это делаете вам напомню что нашей художественной школе открыла и заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней заходите обучайтесь вместе с нами после того как мы все застряховали посерединке затемняем линию немножко и и утолщаем и теперь нам нужно прорисовать из виленки у нашего ума они будут похожи вот на такие линии ленты зигзагообразные которые будут идти в абсолютно разных направлениях в принципе и немножечко они такие не ровные волнистые я их распределяю по левой половинке они где-то могут быть более коротенькие маленькие это более длинные например на всю эту часть и пустые места желательно тоже заполнять чтобы они были такие плотненькие и шла от это интересная фактура затем я затемняю вот здесь вот углубление уголочки по левой стороне то что чтобы мне тоже серединка не было идеально ровный по краю я также создаю фактуру такую округлую то есть тоже по форме этих извилинок и далее начинаю затемнять в местах и как раз таки проводила линию и так я делаю на всей этой половинке все обвела теперь нужно создать объем чик я снизу начинаю подштриховывать из виленки сверху оставляю смеленькими не получаются когда друг на дружке есть ощущение что не друг друга отделены друг от друга потому что если с одной стороны у меня идет тень с другой стороны свет потом опять идет тень идет чередование за счет этого появляется такое вот разделение и заодно объем формирование объема основную часть на себя берет свет и тень когда они появляются уже предмет становится объемным можно взять карандаш помягче я использую карандаш 2b можно взять 3b и усилить еще какие-то вот эти самые темные элементы тени собственные также вот эту серединку сделать потемнее теперь опять беру карандашик микс тб и аналогичным образом делаю правую часть намечаю извилинки точно так же это у нас идет не симметрия поэтому сильно не нужно заморачиваться добавляем просто аккуратненько линии ну а затем также эти линии я просто обвожу дело их потемнее и немного потолще чтобы разделить друг от друга видеть их получше и также уже растягиваю серединку на правую часть уголки извилинок затем также добавляю свет и тень но в данном случае нас тень только будет проявляться по нижней части затемняю извилинки отделяю друг от друга а теперь немного доработаем свет возьмем ластика желательно чтобы он был такой заостренный его можно предварительно канцелярским ножичком подрезать и я высветляю самые светлые участки поверху это блик часть света который тоже делает точку которому осветляем более к нам выделенный приближенный когда есть что-то что-то к нам что нам ближе что-то дальше как раз таки это же появляется объем карандашками 2b еще где-то добавляю в извилинках какие-то складочки медики такие вот полосочки такие заусенчики кое-где выборочно тоже в хатичном порядке интуитивно в принципе это чувствуется где хочется добавить чтобы разнообразить какие-то более скучные извилинки ластиком еще дорабатываю немножечко свет если что-то лишнее стерли то поправили конечно же сразу вот так вот и вот такой карандашом у нас с вами получился присылайте ваши результаты на инстаграм с удовольствием посмотрим что у вас получилось и опубликуем у нас на странице ссылка на инстаграм описании к видео но помню что мы рисовали в нашем классном скетчбоке это империя пикчер найти тут и другие варианты красивых обложек вы можете в нашем магазине на выброс империя пикчер по ссылке в описании там много классных скетчбоков заходите выбирайте свой и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч